Здравствуйте! В студии Андрей Горгуленко вы смотрите программу «Время спорта». Сегодня мы представляем вам специальный выпуск нашей программы «Неизданная». Наши чемпионы рассказывают много интересного. И чтобы показать больше непосредственно практики, некоторые фрагменты интервью не попадают в финальный монтаж выпусков. Начнем, как и любую тренировку, с разминки. В выпуске про северную ходьбу мы показали этот обязательный элемент в быстрой перемотке. Но именно во время разминки становится понятно, почему этот вид отлично подходит для реабилитации после болезней и восстановления физической формы. Сначала мы разминаем шею в сторону, вперед-назад. Руговые движения можете поделаться. Нам очень нравится упражнение «Черепашка». Смотрите, когда мы вытягиваем подбородочек и затылочек. Еще индийские танцы мы часто делаем очень для шеи хорошо. Плечики обязательно стоит размять. Без разминки никогда нельзя начинать никакую нагрузку себе давать. Будь то в зале, будь то лыжи, будь то бег, обязательно размяться. По одному плечику. Еще очень хорошо для лопаток следующее упражнение. Вперед плечико. Другое. У нас как бы плечики собрались сюда. Спинка скруглилась. Теперь одно плечико назад, второе назад, лопатки собрались. И повторяем. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Можно делать разные плывем, еще что-то. То есть разные-разные упражнения, которые у нас будут на плечевой пояс. Обязательно стоит размять поясницу, таз. Нам нравится делать восьмерку. Не знаю, мальчикам не всем дается. У меня уже не первый спортивный выпуск, поэтому я уже знаю, какие разминки выполнять. Круговые движения. Теперь разминаем стопы, ножку на носочек, как следует вес даем, прокручиваем в одну сторону, в другую. Сколько в целом вообще длится занятие? Длится занятие у нас полтора часа. У него входит разминка. Мы делаем ОФП, общую физическую подготовку, всяческие упражнения. Летом еще добавляем коврики, одно занятие посвящаем, так, голеностоп. Вообще у нас группа занимается три занятия в неделю. И зимой у нас это ходьба и ОФП вертикальная, либо там отжимания на лавочке, от дерева, еще какие-то такие вещи делаем. Летом два занятия, ходьба и одно занятие на ковриках, потому что позволяет покрытие. Смотрите, еще такое хорошее упражнение. Носочек от себя, на себя, от себя, на себя. Хорошо голеностоп разминает. У нас очень важен голеностоп и стопа. Чтобы хорошо ходить, стоит работать со стопой. Понятно, что стопа важна, но задействуются почти все мышцы, да? Задействуются все, да. Да, вот в этом упражнении прям чувствуется, как задняя поверхность бедра, икроножные мышцы, все задействуют. Можно такое поделать, круговое вращение. Северная ходьба также отлично укрепляет сердечно-сосудистую систему. Мы проверяли разные палки, разные высоты. То есть, как бы стандартно для спорта у нас 0,7 коэффициент. Но мы ходили с более длинными палками, с более короткими. Мышцы отзываются по-разному. То есть, с этим можно играть, с этим можно, это можно варьировать. Что самое интересное, мы даем не только кардионагрузку за счет того, что мы ходим, мы даем еще и силовую часть. Могу сказать такую информацию интересную. Чтобы не было проблем с сердцем и сосудами, обязательно нужно работать с верхом, то есть с корпусом. Это очень важно. Как вы будете работать с гантельками, с эспандерами, с палочками, да? Не важно, как. Главное прорабатывать верх. Тогда никогда не будет проблем с сердцем и сосудами. Дальше разберемся с правилами. В выпуске с тхэквондистом Рафаэлем Аюкаевым мы косвенно упомянули набор очков в этом боевом виде. Недавно там произошли изменения в подсчете баллов. И поначалу даже такой любитель статистики, как я, не сразу разобрался, как добиться победы по очкам. Вот здесь есть разметка. Красная, синяя. Это вот непосредственно для спаррингов, да, уже боевых. Есть какие-то правила в разметке? Да, да, да. Корт у нас 8 на 8. 8 так квадратов, 8 так квадратов. За него нельзя выходить. Во время боя нельзя выходить? Нет, можно на полстопы. Это максимум. Если ушел, это штрафные баллы были? Да, это гамджон. Это, ну, типа нарушения. И всего можно за бой набрать 5. 5 нарушений? За один раунд. Если за один раунд 5 набираешь нарушений, то все. Раньше было, что, ну, сейчас правила немножко изменили. Раньше было так, что если 10 нарушений набираешь, у нас же раньше был бой не по раундам, а по, ну, 3 раунда был. Вот, а сейчас каждый раунд, вот. И раньше, если 10 нарушений набираешь, все, бой заканчивается. Неважно вообще. Вообще, в целом, тэквондо, как определяют победители? Ну, вот, например, условно, в футболе там кто больше забил? Как определяют победители и как начисляются очки? Вот смотрите, за удар ногой в жилет просто вот. Это 2 балла. За удар ногой в голову это 3 балла. За удар с разворота в жилет это 4 балла. За удар с разворота в голову это 5 баллов. Вот, суть. Сейчас у нас правило 3 раунда по 2 минуты. Ты должен победить хотя бы в 2 раундах, чтобы, ну, ты победил бой. А есть ли такая ситуация, что вот в первом раунде, например, в третьем раунде, ты выигрываешь там по очкам, там 20-0, например? Такое не может быть. Максимум 12 баллов разница может быть. Максимум 12 баллов. То есть после 12 раунд уже заканчивается? Нет, 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 нет. Разница 12 баллов должна быть. Например, 12-0. Например, 15-3. Ну, то есть больше нельзя? Больше 12 и разрыв не сделаешь. Да может быть счет 25-23 будет. Но если у вас разница 12 баллов, бой закончится. Ну, этот раунд именно, не бой, а раунд. А, раунд заканчивается, если 12 баллов. То есть, по сути, можно выиграть 24. Максимум. То есть, два раунда выигрываешь по 12? Нет, 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 нет. Смотрите. Мы с вами, например, деремся. Я выиграл вас 12-0. Все, раунд закончился. И мы можем удраться, хоть счет у нас будет 30-30. Но если, допустим, вы мне заберете, если у вас будет на 12 больше, то раунд закончится. А, то есть, суммы раундов не суммируются? Нет, 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 нет. Да, каждый раунд по-новый. Сейчас такие правила у нас теперь. А раньше было, можно было выигрывать, там, хоть 50? Ну, смотрите. Раньше можно было, что, например, вот, ну, может быть, счет 50-0. Но это только два раунда. Если 50-0, например, счет в третьем раунде вы уже не будете драться. Раньше 20 баллов как раз-таки было. После обсуждения баллов и штрафов нужно поговорить и про судей, без которых невозможно провести ни одни соревнования высокого уровня. Олимпийский призер, гонболистка Ольга Фомина рассказала, какие основные нарушения есть в их виде спорта и в какой стране работают самые суровые арбитры. Самое основное такое, что дозволено, это ты можешь завязать игрока, находясь, ну, то есть, напрямую перед ним. То есть, ты не можешь хватать его сзади, там, разворачивать, переворачивать. Даже порой, когда сбоку зацепишь, уже иногда судьи дают там... То есть, должен быть прям лицо в лицо. То есть, либо, да, ты встречаешься в руку, да, то есть, прямо. Если ты зацепился там вот здесь вот, и вы уже прошли там дальше, тут может быть идти какое-то наказание. Вот, также можно подставляться под игроков, ну, вернее, занимать позицию так, чтобы нападающий на тебя влетел, тогда это считается в игрока. Опять же, главное не стоять пятками в зоне, в шестиметровой, иначе могут назначить 7 метров. Вот, но довольно сейчас очень такие строгие правила, и даже вот любое движение к крайнему игроку, когда ты пытаешься сократить угол для крайнего, порой растенивается как нарушение, потому что, ну, действительно, очень травмоопасно, когда человек наступает на ногу или, не дай бог, цепляется рукой, там, плечом, и можно это плечо вырвать, оторвать. И сейчас за этим очень все строго следится, и такое не позволяется. Плюс, вы знаете, у нас вот удары в лицо, это все наказывается, любое, там, касание, если не было каких-то там дополнительных, не знаю, движений со стороны, там, защитников, то это все наказывается двумя минутами. На самом деле, все на усмотрение судьи, как судья видит, расценивает игру. На самом деле, вот, правда, я не понимаю, как они это делают, потому что настолько динамичный вид спорта, и в моменте тебе нужно быстро все это расценить и решить. Где были самые суровые судьи? Может быть, какой-то матч, вот, когда вот прям, ну, вот, прям объективно прям засуживали? Может быть, было такое? Знаете, я конкретный матч, наверное, не вспомню, но я вспомню страну, в которой действительно судейство, оно просто порой обескураживает. Ну, вот, это Румыния, вот, у них очень часто судейство такое настолько жесткое, что, ну, просто вот люди выходили там с травмами, а, как бы, ничего за это не было. У меня должны были какие-то прецеденты в их чемпионате, там, между собой, когда команда играет. То есть там же судейство очень жесткое. Удивительно, что успешную карьеру Ольга Фомина могла и не начать, ведь после одного из турниров в подростковом возрасте была близка к тому, чтобы уйти из спорта. Ну, скажем так, каких-то сложных в плане, там, внутренних моих ощущений у меня не было перепитий, то есть ганбол, не ганбол, я вот, сколько себя помню, я не выбирала. То есть вот ганбол, как появился в моей жизни, вот уже в нем я ощущала себя, как рыба в воде, и мне казалось, что это действительно мой путь, и сворачивать с него никуда не хотелось. Но единственный момент, когда, так скажем, я психанула, избежала каких-то соревнований детских, ну, мы тогда проиграли какую-то игру, и я помню, что я очень сильно переживала, и на тот момент мне казалось, что все, там, все кончилось, я не хочу, слишком сильное переживание, тут еще тренер ругается, ну, я еще была ребенком, и я убежала домой с мыслями, что, наверное, я больше не вернусь. Но это, скорее, такой эмоциональный порыв, и, слава богу, в этот момент мама оказалась рядом, которая взяла вот так меня за ручку, привела в зал, и мы быстро, как, скажем, момент уладили с тренером, и, в принципе, дальше все пошло по накатами. А завершим выпуск большими достижениями. Выпуски с грибцом Александром Визовкиным летнюю Олимпиаду в Токио мы затронули лишь частично. Хотя разговор об атмосфере самих игр, о переносе соревнований из-за устриц и о борьбе до последних метров в полуфинале получился довольно обстоятельным. Почему полуфинал оказался быстрее, чем финал? Это вот именно связано с волнением, или все-таки уже какое-то было закисление под конец соревнований? Ну, во-первых, и закисление было под конец соревнований, и волнение, прежде всего. То есть полуфинал – это уже, что называется, и то. Опять же-таки, я вот ехал, и до последнего момента, то есть он просто ждал момента, когда именно можно выскочить просто, вот и все. То есть на мое такое счастье, что я просто увидел, что человек, который ехал третьим, ну, он не смотрел по сторонам просто. Мы это, так скажем, подшучили, что молодой человек не умеет мышей ловить. Ну, и, соответственно, да, за 200 метров вот получилось так, что не смотрел по сторонам, и все. То есть если он не смотрит по сторонам, значит, он уже не борется, да? Ну, не то, что не борется, то есть когда ты смотришь непосредственно в корму лодки, то есть и работаешь сам на себя, то есть не смотришь на соперников. С одной стороны, это хорошо, но, опять же, когда соперники так или иначе ведут какую-то тактическую, игру с тобой, ты так или иначе будешь за этим следить. Тем более то, что он вообще, в принципе, настраивался, чтобы выиграть эту Олимпиаду, то есть он не настраивался на призы, он не настраивался на то, что он на каждую гонку, то есть, возможно, не будет попадать, то есть он был четко уверен о том, что он будет 100% в финале, 100% с медалью. Ну и тут появился я. То есть это можно сказать, что была такая локальная победа в каком-то принципиальном соперничестве? Ну, да, именно в принципиальном соперничестве. То есть на личности мы, поскольку профессионалы, мы никогда не переходим, поэтому, да, это просто была борьба интересов. Вот и все. А погодные условия, вот как вот в Токио, я тоже читал, что была жара очень сильная, что мешало, и, насколько я помню, даже какие-то соревнования переносили в академической гребле. Вот с чем это было связано? Ну, это связано было с тем, как нам объяснили, то, что там у них миграция устриц происходила, якобы. Я не знаю, как это... Ну, то есть я, хоть я более-менее понимаю зоологию, но тем не менее, вот именно в миграции устриц я мало что понимаю. И поэтому... Ну, нам объяснили так. То есть мы-то сами с этого смеялись, но тем не менее старты переносились. То есть переносились еще из-за погодных условий, потому что жара была как раз-таки очень сильная. Там тайфуны те же самые. То есть поскольку Япония географически так расположена, что для них изменение погоды по щелчку пальцев – это нормально. То есть можно, допустим, у нас проследить то же самое в Владивостоке, потому что климат один и тот же. Поэтому как-то так. На этом наш специальный выпуск завершен. Больших побед вам! Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok